Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Самохвалова. Татьяна Александровна. Интервью и литературная обработка. А. Чупров. 2009 год. Часть третья. Дальше немец бежал. Началось освобождение новгородской земли. Большинство деревень немцы успевали сжечь, и мы заставали только пожарища и на них тёплые печные трубы. Другие деревни, такие как Медведь, стояли совершенно пустые. Все их жители были угнаны. Мы шли уже вторым эшелоном. Приходим в деревню Быкова гора и спрашиваем местных жителей, отчего у них так пахнет гарью. Они рассказывали, что немцы перед уходом собирали жителей, чтобы эвакуировать, но не успели. А загнав женщин, стариков и детей, в два сарая подожгли и никого не подпускали из жителей, пытавшихся помочь. В этой деревне, кроме нас, был ещё сапёрный батальон. Комиссар этого батальона, майор Рыжов Александр, организовал митинг. Местные жители говорили, как они рады, что пришла Красная Армия. А мы давали клятву, что отомстим за то, что в их деревне немец организовал такую месть ни за что, ни про что, сжёг живых людей. Вдруг Рыжов говорит, слово имеет Петрова Таня. А я стою и не знаю, что говорить-то. Посмотрел на него злыми глазами и, помню, сказала только одно. Дорогие мои, как нам жаль ваших одножильцев. Лучше воевать, чем быть в плену. В общем, хвалила армию, а вы тут гибнете ни за что, ни про что. Ещё клялась отомстить немцам за то, что они жгли наших людей. Как уж там я говорила, не знаю. Но, по крайней мере, Рыжов подошёл, поцеловал меня и сказал, «Татьяна, ты молодец какая!» В этом наступлении мы двигались уже на лошадях и машинах. Немцы так успешно убегали, что мы не могли их догнать. Сильных боёв уже не было, но происходили постоянные стычки с немецкими заслонами. Здесь было много работы для сапёров. Все дороги были заминированы. Приходилось посылать сапёров по всем направлениям для разминирования дорог. Но по обочинам мины ещё оставались, и поэтому стояли знаки. Здесь мы узнали, что за невыполнение приказа о взятии деревни, кажется, горка, был снят командир дивизии Ушинский. Также пострадал командир 2-го батальона Гусаков. Он был снят с командования и разжалован из майора в капитаны. Лично я об этом узнала, когда мы приехали обратно в Ленинград. Некоторое время дивизией командовал полковник Павлов, но и он пострадал. Нервы у него стали сдавать. Он бросался в бой, когда и надо, и не надо. И погиб. После войны я приезжала в Новосибирск к Анне Васильевне, вышедшей замуж за Гусакова. К тому времени он уже умер. Анна Васильевна рассказывала мне, что Иван Васильевич очень переживал, что ни за что был наказан он, Ушинский и Павлов. Вдруг его вызывают в военкомат и вручают орден «Красная звезда» за бои в Новгородской губернии. Она говорила, что когда ему вручили этот орден, он ревел как дитё. Он не плакал, а рыдал. Как в тот раз его унизили? Оказывается, провели полное расследование этого вопроса. Ушинского Бориса Николаевича восстановили звание и на работе. Но это было уже после войны. Последние бои дивизии на Псковском направлении это участие в ликвидации немецкого плацдарма на реке Великой в районе деревни Волки. Это было уже в конце апреля. 2 июня дивизию на станции «Дно» погрузили в эшелоны. Третьего привезли в Ленинград. Кого-то на гражданку, кого в Парголово, Песочное. Наш батальон разгрузился в Белоострове. В это время учебный батальон как бы расформировался и стал называться 3-м батальоном 450-го стрелкового полка. Батальоном продолжал командовать Позняков. С 25 апреля до октября дивизией командовал полковник Андреев Петр Изотович. 450-м полком стал командовать Дягилев Василий Петрович. Сам он, по-моему, из Пскова. Дивизия стояла в лесах. Уже все знали, что будем наступать на Выборг. В начале наступления продвигались спокойно, без всяких боев. Здесь все уже было взято. Финов гнали, а мы двигались как бы во втором эшелоне. Шли по Карельскому перешейку. Раньше я там никогда не бывала. Проходим Пенат и Репина. Кто-то из солдат мне говорит. «О, Татьянка, Пенат и Репина». Я читал о Репине и знал, кто он такой. И так загорелось посмотреть. Побежала посмотреть усадьбу Репина. Усадьба горела. Помню, пробежала по ухоженной аллейке, обсаженной елочками. В конце аллеи лежал разбитый бюст Репина. Усадьба горела. Никто ее не тушил. В целом оставался только колодец. Посмотрев на эту печальную картину, я побежала догонять батальон. Куда он ушел, я не знала. Бежала по дороге. Волновалась, куда я пойду, где искать. Но комбат послал за мной солдата, который, встретив меня, сказал. «Ты где пропадаешь?» Комбат из-за тебя остановил марш. «Бежим». Схватил у меня сумку, и мы побежали. Батальон остановился в лесу. И что меня у финнов поразило, так это чистота леса. В наш лес ведь не пройдешь, особенно сейчас. По лесу стояли отдельные домики дачного типа. Чистенькие. Везде горел свет. В домиках кухонька, комнатка. Такая чистота. Думаю, боже мой, какие чудесные домики. Но особенно поразил лес. Там была такая чистота, что даже было жалко пилить деревья на землянке. Такие они были стройные. В лесу стояли разноцветные бочки. Одна с бумагами, другая с пустыми консервными банками. Вот это были первые мои впечатления. Помню, я еще подумала. «Господи, такая чистота, такой порядок. И что они против нас воюют? У нас ведь столько финнов живет». Когда я училась в агрономической школе, в группе было пять человек по национальности финнов. «Зачем, спрашивается, против нас воевать? Кому нужна Русь?» Я этими мыслями поделилась с Комбатом. Он рассмеялся и говорит. «После войны об этом будем думать». Серьезные бои для нашей дивизии начались в районе линии Маннергейма. До нас ее били-били и окончательно разбила наша дивизия. Мы за два дня эту крепость разбили тяжелой артиллерии и авиации. Когда мы приблизились к ней, то я больше нигде не видел таких разрушенных камней. С дачной дома были камни. Все подступы были заминированы. Первыми шли саперы. Их не хватало. В помощь выделяли солдат, которые понимали в минно-взрывном деле. В полку один солдат наступил как бы на люк и провалился. Полдня пытались его оттуда вытащить. Сообщили по рации. Пришли саперы, что-то там пилили. Ну и, в общем, солдата достали. Раненых было очень много. Чем ближе подходили к Выборгу, тем больше попадалось рвов и землянок. Ох, какие были землянки! Некоторые, между прочим, и сейчас стоят. Когда я уже в наше время ездил на встречи, нам показывали эти землянки. Сплошной город бетонированных землянок. Когда стали подходить к Выборгу, началось сторожение. После артподготовки мы пошли вперед. Нашей задачей был выход к заливу. Конечно, таких страшных боев, как на Волховском фронте, или во время Псковско-Новгородской операции, тут не было. Единственное, что было страшно, это когда идем по лесу, по нам не стреляют, а в спину нам бросают ножи. Таким образом, в батальоне пострадало 15 человек. После такого по дивизии был приказ, чтобы по лесу прошли автоматчики и простреляли вверха. Финны установили множество мин. Саперам было много работы. При подходе к Выборгу на нашем пути стоял ДОТ. Как наша артиллерия не старалась, никак подавить его не получалось. Нашелся один солдат из 450-го полка, Данилов Павел Федорович, 1894-1950 год. Это был единственный в дивизии солдат, носивший два георгиевских креста, полученные в Первую мировую войну. Он закрыл телом амбразуру этого ДОТа, благодаря чему наша рота успела добежать до финских позиций и проложить дорогу полку. Данилов был серьезно ранен, особенно в лицо, но остался жив. За этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза. Я его знала еще до этого случая. Мы ходили на него смотреть. Это был боевой дядечка лет 50. Он умел воевать, умел разговаривать. Его любили. В то же время произошел другой случай. Был у нас паренек Леша Кулешов. Он восстанавливал связь и был ранен. Сил уже не оставалось, и он зажал зубами оборванные концы телефонного провода, и связь была налажена. Когда собирали раненых, в том числе и я, перевязывала, то мне ребята кричат, «Танька, здесь Леша Кулешов». Он лежал мертвый, и в зубах у него были зажаты концы провода. Вот такой случай был. Вот такие редкостные люди были. В самом городе бои шли только на некоторых улицах. В основном финн отступили из Выборга без боя. О пребывании в городе особенно ничего не запомнилось. Помню заросшие травой руины крепости. Дома были пусты. Население города ушло. Когда мы вышли в заливу, то все побежали к воде. Помню какой-то большой мост и лежащий на берегу памятник Петру Первому. Я еще подумала, чем это им Петр не понравился. Что он такого им сделал? Голова памятника лежала в воде, а сам он валялся на берегу. Когда Выборг полностью освободили, нас построили. Пришел Гамдив. Поздравил и поблагодарил. На следующий день, 21 июня, пришел приказ номер 146 о присвоении нашей 265-й дивизии, почетного наименования Выборгская. В честь взятия Выборга в Москве нам салютовали из 124 орудий. Финских пленных было не очень много. Они не сдавались, уходили в леса. Финны молодцы, но злые, очень злые. Я подошла к одному пленному и говорю, ну что, сынок, зачем ты воюешь-то с нами? Такая красивая, хорошая страна. Куда ты в Россию-то идешь? Ничего он мне не ответил. Сделал вид, что не понимает. Но они все понимали по-русски и все разговаривали. В Выборге оставалось небольшое количество мирных жителей. Некоторые радовались нашему приходу, встречали, кричали, да здравствует СССР. Не сказать, чтобы это бывало часто, но было ни раз и ни два. Подходили, поздравляли. В основном это была финская молодежь. После взятия Выборга нас перевели на остров, который потом переименовали в Исоцкий. Там мы отдыхали, занимались. Получили новую летнюю форму. Приказом меня перевели из батальона в 324-й Медсанбат. Прямо скажу, я была все время в полку, в батальоне на переднем крае, поэтому меня это обидело. Я ходила, просила, чтобы меня не переводили. Но начсандив сказал, хватит вам быть на фронте, трижды ранено, война кончается, оставайтесь в Медсанбате. Поздняков тоже был против того, чтобы я шла в Санбат. Солдаты ко мне очень хорошо относились. Даже так говорили. Татьянка, ты не ходи, не перевязывай. Мы сами будем перевязывать, ты только сиди там. Мы будем знать, что ты с нами. Тогда у нас успех. Вот такой разговор пустой был. Как это получалось, не знаю. Я над этим смеялась, говорила, что вы дурью маетесь. И, конечно, нигде не сидела, а перевязывала и отправляла. Но у солдат было такое поверье, что ли. И я всегда была с ними. В любую атаку, в любом бою. Как только они узнают, что я с ними, то все в порядке, настроение у них хорошее. Поэтому комбат был за то, чтобы я оставалась в батальоне. Кроме этого, комбатополковое начальство было против моего перевода потому, что я еще была снайпером. Раньше про это никому не говорила. И это лучше, наверное, без записи. Примечание. Все же я настоял. Снайпера по закону находятся на учете у комдива. Меня комбат не давал на учет, потому что меня взяли бы на КП дивизии и могли бы посадить на любой участок. А началось все так. В учебном батальоне я ходила на стрельбище вместе с офицерским составом. А в учебном батальоне стрельбище каждый день. Я стреляла лучше офицеров, и они стали просить комбата, чтобы он меня с ними не посылал. Говорили, что им неудобно, потому что она попадает в цель, а многие не попадают. Это было в 1942 году. Тогда батальоном командовал Ершов, кадровый офицер и сам снайпер. Он попадал в подброшенную спичечную коробочку. Ершов научил меня снайперскому делу. И когда была немецкая атака, то для меня было подготовлено на дереве замаскированное снайперское место. Приказ был такой. Когда немцы наступают, в первую очередь убить офицера, то есть того, который командует. Убивать мне почти не приходилось, потому что, когда идут в атаку, сразу кричат. Татьянка! Медсестричка! Татьянка! У меня сердце не выдерживает, я все бросаю и занимаюсь перевязкой. Честно говоря, я и не любила убивать. Я только одного фрица убила. Да и то, только когда увидела, что, стоя на бруствере, офицер ругает солдата, при этом указывая в нашу сторону. Мне показалось, что он зря ругает этого маленького солдата, похожего на моего отца. И я этого офицера то ли убила, то ли положила. Не знаю. А так я не могла бестолку убивать. У меня душа не лежала бестолку убивать человека, когда ни драки, ни злобы, ничего нет. Это же надо, кроме всего, иметь какую-то душевную злобу. Понимаете? Еще и потому комбаты меня не соглашались отдавать другой полк или батальон, как медик я тоже справлялась. Например, дважды в батальоне забраковала обед. Я должна была снимать пробу с обеда и ужина. Что значит забраковать обед? Это ЧП. Вот в этом я себя подняла. Потом, когда узнали, что я справедливо забраковала, я прогремела и в батальоне, и в дивизии. Один раз обед был сварен из старого прогорклого гороха. Я попробовала суп, он горчит. Мало того, правда, про это никому не сказала, но я также обнаружила в супе червячка. Я написала акт. Этот гороховый суп увезли в дивизию и с дивизии увезли в армию или корпус. Не знаю. Там поставили, что я правильно забраковала. Второй случай был, когда я забраковала пшенную кашу. Положил мне повар кашу и смотрит. Я спрашиваю, Афоня, ты что на меня смотришь? Он отвечает, да ничего, просто так. По его глазам понимаю, что что-то не то. Попробовала ложку, вторую, и спрашиваю, Афоня, тебе каша нравится? Он отвечает, нет. Я говорю, что мне тоже не нравится. А в чем дело? Он говорит, не знаю, это вы должны знать. И я снова забраковала. Она тоже была передержана. И запах был какой-то неприятный. В армии снова написали акт, что я правильно забраковала. Тогда-то я ничего не думала, а теперь понимаю, что из-за этого я пользовался авторитетом у солдат. Бывало, раз в неделю приду во взвод и говорю, разувайтесь, я посмотрю ноги. Кого заставлю помыть? Если у кого потертости, помажу, дам крем. Он у меня всегда был. В зимнее время я приходила во взводы, всем солдатам раздавала по таблетке кальция и следила, чтобы они при мне их съели. Все это я делала не для повышения авторитета, а потому, что так было положено делать. Этому меня научила врач батальона Валентина Ивановна Бурдаева. Когда она ушла, то я осталась единственной женщиной в батальоне. Может быть, еще и потому ко мне очень хорошо относились. Вот почему я не хотел уходить в медсанбат. Но Натшандив сказал комбату, медсанбат это уже второй эшелон. Война кончается. Давай отправим ее. Хватит ей быть на фронте. Она женщина. Пусть рожает сыновей. И Позняков согласился с моим переводом в медсанбат. Тогда Натшандив вызвал меня и говорит, тебе что, хочется погибнуть? Не хочешь? Так вот, выполняй мой приказ, иди в медсанбат, а война кончится, жива будешь. Мишка тебе напишет, поженитесь и рожай сыновей. Понятно? И без разговоров. А Мишка, это был старший лейтенант Самохвалов, который был в меня влюблен, и вся дивизия об этом знала. Он хотел на мне жениться и пошел в штаб дивизии просить, чтобы нас записали, а ему там сказали, тебе баба нужна? Вот отправим тебя на курсы в Боровичи. Вот там и находи бабу, а Татьянку не тронь. Об этом я узнал, и уже после войны, когда мы поженились. Вот такая история у меня была с переводом. Медсанбат располагался на острове Ягодном у деревни Рыбацкое. Рядом организовали кладбище, на котором хоронили невыдержавших раненых. Сюда же привозили погибших при взятии Выборга. Там похоронили Голованова Михаила Николаевича, занимавшего должность старшего агитатора батальона. До войны он работал учителем. У него было двое детей, Толя и Ириночка. Им три года и помладше. Каждую свободную минуту он вынимал их фотографии. В боях за Выборг он был ранен, и я пришла его навестить, но мне сказали, что он умер и похоронен на этом кладбище. Я туда сходила и увидела большую круглую могилу величиной с дом. Там было похоронено очень много наших солдат. После отдыха и пополнения дивизия двинулась через Ленинград на Нарву. Ехали мы долго, останавливались, почему-то задерживались. 29 августа приехали в Кингисепп. Было так. Наш 324-й Меценбат размещался в пяти вагонах эшелона. Приехали, остановились, открыли двери теплушек и стали кричать, спрашивая ехавших в соседних вагонах. Куда приехали? Куда приехали? Комбатского рода Павел Григорьевич выскочил из вагона, открыл карту и говорит, сейчас посмотрим. А я встал около дверей. Двумя руками налево и направо поправила ремень и отвечаю, не знаю, кто куда приехал, а я приехала домой. Комбата говорит, Татьяна, а где твой дом? Я говорю, Кингисепп. Он говорит, а где? Здесь никакой станции нет. Я отвечаю, вот здесь стояла станция, она разбита, вот здесь паровозы воду брали, тоже разбита, а вот песочная дорога на гончарный завод. Через Волгу реку, там у нас гончарный завод. Вот по этой песочной дорожке пройти метров 150, там стоит двухэтажный домик и в нем наша квартира. Вот так я приехала домой. Часа через два или три, когда кончили разгружать, мы с комбатом приходим домой. Двери нам открывает старший лейтенант. Комбат говорит, ну вот, освобождай нам квартиру, это наша квартира. Он говорит, если дадут другую квартиру, я освобожу. В Кингисеппе мы простояли трое суток. За это время я успела пешком по лесу дойти до нашей деревни Кайбалова. В лесу я вышла к лагерю эстонской части. Все они были одеты в советскую форму, но говорили по-эстонски. Меня задержали, отвели к офицеру. Он хорошо говорил по-русски. Офицер дал мне велосипед и связного, который быстро меня довез до моей деревни. В деревне никого не было, но почти все дома уцелели. Кажется, только три дома были сожжены. Я зашла в свой дом. Двери открыты, окна настиж. Везде ветер воет, крутит. Зашла в подсарай, к тому маму были зарыты вещи. Тряпки валяются, посуда разбитая повсюду. Пошла дальше, дошла до Анатольевых. Это наши хорошие родственники. Там застала эстонку. На ломаном русском языке она рассказала, что когда наши начали наступать, она пришла в Кайбалово, чтобы быть у русских. И здесь нашла Таисию Анатольевну. Я спрашиваю, она жива? Эстонка отвечает, да. Она сейчас собирает всех, кто остался. Я пробежала по деревне, увидела счетовода колхоза со своей женой. Кроме них и председателя совхоза Таисия Анатольевна сумел не уехать еще дядя Гриша, Шилов, который работал до войны бригадиром. Всех остальных немцы эвакуировали сначала в Эстонию, а потом в Германию. В том числе угнали и моих родителей. Я переночевала у Таисии, которая рассказала, как они жили. Как все деревни ушли в лес, но один человек, не буду называть его фамилию, предал. Немцы пришли на болото, где в лесу прятались все Кайбаловские и Горские. Согнали людей, сперва в деревню, а потом погрузили в вагоны и увезли. Моя мама, папа, две младшие сестры и бабушка были увезены. У меня сохранилась фотография бабушки, где у нее на шее висит веревка с дощечкой, на которой выведен ее номер 6666. У них там не было ни фамилий, ни имен, а только номера. Утром Таисия Анатольевна бежит и говорит, Танечка, в Кингисепп идет машина, ты можешь поехать. Я так обрадовалась, что мне не надо через лес добираться. Говорю, вот, Таисия Анатольевна, я дарю тебе велосипед, катайся. Когда закончилась война, Таисия Анатольевна работала председателем колхоза и везде ездила на этом велосипеде. Все мне спасибо, говорила. Я приехала в Кингисепп как раз вовремя. Наши уже грузились на машины, чтобы ехать дальше, под Нарву. Мы стояли где-то в районе старинных крепостных укреплений. Помню старую надпись с датой 1709 год. Дальше дивизия участвовала в боях за Ригу. Наш медсанбат стоял, наверное, в 15 километрах, где-то в лесу. Принимали раненых. С бывшим учебным батальоном у меня связь не прервалась. Когда я уходила, то комбат Позняков Александр Харитонович сказал, ты не волнуйся, я после каждого боя буду к тебе приходить и рассказывать, как прошли бои. Здесь начались нападения местных боевиков. Они переодевались в нашу форму и человек по пять проникали в расположение наших частей. Там внезапно открывали огонь по нашим офицерам и солдатам, после чего, воспользовавшись замешательством, скрывались. Нам надо наступать, а то в одной роте нет офицеров, то в другой. Для дивизии и армии это было такое ЧП. С этого момента начали искать в лесах и задерживать всех одетых в нашу форму. Мой будущий муж участвовал в этих операциях против врагов народа до ноября 1945 года. Ригу мы так и не взяли. Пришел приказ отходить. Последний раненый, которого я перевязала, был Гусаков Иван Васильевич, мой бывший комбат. Его ранило в икру и раздробила кость. Я разрезала ему сапог и перевязала ногу. С 4 октября дивизией командовал генерал-майор Красильников Даниил Ефимович. К этому времени мы уже находились в составе 3-го Прибалтийского фронта. Снова стояли в лесах и формировались. В это время из госпиталя вернулся Ершов и был назначен заместителем командира полка. Он ходил на протезе, ездил на лошади. Ему построили из соломы шалаш. В нем ночевало человек 10. Помню, постелили на солому плащ палатки и легли спать. Ершов отстегнул свою ногу и положил рядом. Я никогда не снимал гимнастерку, а тут решила снять и положила под голову. На ночь оставили дежурного топить маленькую чугуночку. Ночью вся солома вспыхнула. В последний момент все выскочили. Помню, Ершов кричит «Ногу мою, ногу!» Я кричу «Гимнастерку мою, шапку!» «Комсомольский билет!» «Комсомольский билет!» Короче, все сгорело. А главное, комсомольский билет. В нем лежала еще справка из госпиталя о том, что мне дана первая группа инвалидности по ранениям и контузии. Я ее скрыла. Все хотела ее разорвать и даже была рада, что она сгорела. И только потом, через много лет, пожалела, потому что мне ее не восстановили, а инвалидность дали только с 1980 года. После отдыха погрузились в эшелоны на станции Платона, Латвийской ССР. Это было уже 6 декабря. Ехали долго, часто останавливались. Разгрузились недалеко от Варшавы в городе Седлец. Дивизия участвовала в освобождении Варшавы. Мы двигались старым эшелоном. Помню, был приказ остановиться у какого-то озера или реки и намочить плащ-палатки. Варшава горела. Мы накрылись мокрыми плащ-палатками, и машины на скорости неслись по большой улице, а по сторонам горели здания. С них на нас летели раскаленные угли. Несмотря на намоченные плащ-палатки, у некоторых полошинелей оказались порожжены. Ехали ночью, нас обгоняли наши войска на машинах и мотоциклах. Кричали «Ура! Едем на центральную!» Все радовались, понимая, что вышли на центральную дорогу Варшава-Берлин. В отличие от Прибалтики, в Польше местное население нас радостно приветствовало. В каждой деревне выходили люди. В основном молодежь и женщины. Приветствовали, кричали, улыбались. Вот что еще бросили с глаза, когда вошли в Польшу. Как только въезжаешь в село, сразу видишь стоящую будку, как наша телефонная. На крыше будки стоит крест, а внутри иконы и ящичек для пожертвований. Для меня это было удивительно. У нас ничего подобного не было. Помню, остановились переночевать в одном селе. Утром встаем, на улице шум. Мы чане коров, свиньи орут, куры кричат, овцы блеют. Полный двор животных. Одних коров штук пятнадцать. Мы только открыли дверь, они бегом бросились к нам. Мы двери захлопнули. В общем, они жрать хотят. Хозяева-то убежали. Солдаты свиней догнали. Налили им в корыто воды. Свиньи стали воду пить, а я пошла доить коров. Молоко у них течет, а кроме меня никто доить не умел. Этим утром мы должны были ехать дальше, но машина не заводилась и пришлось остаться. Нас было человек десять. Три медсестры, три санитарки, два шофера и солдаты. Каждое утро я надаивала по два ведра молока, которым мы питались. На следующее утро пришел наш военный комендант села. Пришел, а мы пьем молоко. Он спрашивает, а кто это вам дал? Я отвечаю, мол, надоила. Вон коровы недоенные мычат. Молоко течет. Он тоже напился молока и сказал, по утрам я буду приходить и переносить вам суховый паек, а вы доите коров и можете покупать у местных жителей овощи. Так мы жили недели три. Никто за нами не приезжал. Вдруг объявился хозяин, поляк. Он хорошо говорил по-русски. У него была жена и два сына. Старший Рудольф и младший Юра, семнадцати лет. Хозяин очень хорошо к нам отнесся и взял к себе в дом. Дом был двухэтажный. Нам отвели большую комнату с двухэтажными нарами. Хозяин дал нам матрасы. Вместо простыней какие-то старые, но чистые дерюги. Продавал нам лук по пять рублей килограмм. Короче, оказался добряком. К этому времени хозяин вызвал своих рабочих, которые стали заниматься на скотном дворе. Но мне разрешалось доить коров, чтобы у нас было молоко. Мне очень нравилось доить, и я с удовольствием этим занималась. Так мы жили три недели. Младший сын хозяина, Юрка, в меня влюбился. Его дядя был священником и пригласил меня в костел. А я-то никогда не молилась и в церкви не была. Вот Юра мне рассказывает, когда мы войдем в костел, то надо перед крыльцом встать на колени и помолиться, и только тогда можно туда войти. Когда мы пришли, позвонили, нам открыли ворота, мы вошли. Навстречу вышел его дядя в ризе, одетый священником. Юра говорит, это русская девочка, я привел ее показать нашу церковь. Дядя говорит, с удовольствием, пожалуйста, проходите. Ну и Юра встает на колени, молится, а я стою в форме. Священник подходит и говорит, а можно раздеть пилотку? Смеется. Я взяла, раздела пилотку с красной звездой. Разговорились. Священник хорошо знает Ленинград. Он говорит, назовите мне хоть одну церковь. Я ему назвала три, которые знала, Троицкую, Никольскую и Церковь на Крови. Он эти церкви хорошо знает и даже рассказал какую-то историю, связанную с Никольской церковью, но я не запомнила. Напоил нас кофе. Очень хорошо разговаривал по-русски. Поблагодарил Юру за то, что познакомил его с русской девочкой и особенно из Ленинграда. Был очень рад. Расспрашивал про Садовую, про Невский. Засиделись до темна. Приехали мы на велосипедах по грязи со снегом. Назад в темноте добирались с трудом и вернулись в полночь. Отец и мать стоят на дороге. Юрку встретили кнутом, а меня марш в шалаш. Смеется. В общем, Юрке попало. Вскоре мы должны были уезжать. Хозяин устроил нам прощальный вечер. Пригласил аккордеониста. Устроил чаепитие и танцы. Пригласил меня на русскую польку. Утром подошла ко мне его жена и говорит, милая девочка, я буду тебя вечно помнить. Мой муж всю жизнь хотел танцевать русскую польку, но у него никогда не было русской девочки, чтобы станцевать русскую польку. Вы его под старость лет удовлетворили. Смеется. Он всю ночь рассказывал об этой польке. Потом он сам подошел и сказал, я счастлив, я буду вечно воспомнить, пока живу. Я очень любил русскую польку. Я всю жизнь хорошо танцевала. На прощание он всем дал по килограмму лука. Приехали в медсанбат, все были рады нашему возвращению. Отдали лук, в обед по поллуковицы раздали раненым. Они тоже были очень довольны. Раненых все время было очень много. Я работала сестрой в терапевтическом отделении. К нам поступали тяжелораненые после операции и находились на излечении до тех пор, когда можно отправить в госпиталь. Раненые размещались в палатках. Они лежали на носилках слева и справа от прохода по 25 человек в ряд, то есть в палатке размещалось примерно 50 тяжелораненых. Была особая палатка для безнадежных. Это были солдаты с мозговыми ранениями и раненые в живот. Они были безнадежные, но некоторые в редких случаях выживали. Мы таких где-то через месяц на специальных мягких носилках отправляли в госпитали. Шофера были предупреждены, чтобы ехали максимально аккуратно для того, чтобы довести тяжело больных. Как только раненый признавался транспортабельным, его сразу отправляли в госпиталь. Максимальный срок пребывания в медсанбате тяжелораненых полтора-два месяца. Санитарами служили пожилые солдаты, пятидесятники, те, которым было под 50 лет. Также был взвод выздоравливающих. Они переносили, грузили на машину носилки, копали ямы для захоронений. О случаях симуляции или самострелах я слышала, но мне среди раненых такие не попадались. Когда устанавливали палатки, то обязательно выкладывали знак Красного Креста, но это не помогало, нас и бомбили, и обстреливали. Все оборудование и палатки в медсанбате были отечественные. Палатки очень хорошие и теплые. Всю войну медикаменты и перевязочный материал поступал бесперебойно, и когда мы были на Волховском фронте, и особенно под конец войны, использованные бинты мы никогда не стирали. Это сейчас в госпитале сидит сто человек, всем делают уколы, а руки не моют. Только ватку мочат, оттирают место, куда укол делают, и все. А тогда на войне перед каждым уколом мы пальцы протирали спиртом. Очень большие бои были за помирание. Кажется, город Рейц. Это, по-моему, граница между Польшей и Германией. Раненых поступило столько, что мы не знали, куда их девать. Заняли все палатки. Даже там, где жили шофера автовзвода, поставили нары с носилками с ранеными. После этих боев дивизия отошла на отдых и формирование. Мы лечили и отправляли по госпиталям раненых. Я продолжала служить в терапевтическом взводе. Там меня обучала врач капитан Мария Ивановна Акачурина из Воронежа. Два дня назад я с ней разговаривала по телефону. Ей девяносто два года. Еще у нас была врач полковник Прокофьева Зинаида Николаевна. Она попала к нам временно из армии. Красивая, культурнейшая, умнейшая женщина. Она диагнозы ставила. Посмотрит, послушает, попросит больного. Смотрите на меня зрачок в зрачок. Ставила диагноз и направляла в такой-то госпиталь, в такой-то госпиталь, в такой-то. И вот только Зинаида Николаевна приходит, я тут как тут, около нее. Мария Ивановна спрашивает, ты что около нас стоишь? Я отвечаю, а я слушаю. Мне все это было интересно, послушать умных людей. После войны Зинаида Николаевна ведала Боткинской больницей в Москве. Все девчонки надо мной смеялись, а я была просто влюблена в них обеих. Слушаю, что и как, как они разговаривают с больными, что они делают, что записывают. Изучала латынь, например, услышу стриптоцит, запишу себе в блокнотик, а потом смотрю, как он по латыни пишется и запоминаю. Моей сменщицей была Шура Земляничкина. Мы с ней работали посменно, сутки она, следующий я. Старшей медсестрой у нас была Валя Рудаева. Еще у нас были четыре санитара. Они вносили раненых, выносили, помогали при переливании крови, приносили табуреты, банки с лекарствами, развешивали все, устанавливали, а мы приходили и только обмывали руки и делали уколы, вливания, или кровь, или другие лекарства. На отдыхе стояли с середины марта до начала апреля. Мы уже располагались на немецкой земле, ни видя ни немцев, ни гражданского населения. Тишина и красота. Как у финнов был прекрасный лес, так тут были прекрасные дороги. У нас только сейчас стали такие строить, что пять или шесть машин могут ехать в ряд и не сталкиваться. Была еще красотища, потому что весна. По сторонам дорог сады цветут. Какой запах! Кругом такая чистота. Глядя на всю эту красоту, я все время думала, господи, на кой черт они полезли на нас в Россию, когда у них такая красивая хорошая жизнь. Было очень много работы у саперов. Немцы ставили много мин и заграждений. Ничего нельзя было трогать. Наступишь на проволоку и все. Еще немцы оставляли больных проституток, чтобы наши мужики заражались. Оставляли зараженные продукты. Приказ был, чтобы ничего не трогать, ничего не есть, с проститутками не водиться. Оставляли метиловый спирт, чтобы наши мужики слепли. В Германии к нам поступали солдаты, пострадавшие от всего этого. Вот такая была обстановка. Мы остановились в каком-то пустом городишке. На улицах никого нет. Утром пошли повзводно на завтрак. Здесь я пробу уже не снимала. Врачи снимали пробу. И вдруг повар говорит, о, а вы говорите, немцев нет. Вон идет немец. Мы смотрим, от двухэтажного дома идет мальчик и держит впереди себя кружку. Мы все смотрим на этого мальчика. Ему было а повар продолжает. Вы говорите, немцев нет. Первый немец. Ком, ком. Кричит мальчику и зовет рукой. Вот он тихонечко подошел и протянул кружку. Повар говорит, попить хочешь, сынок, давай. Налил ему в кружку сладкого чая. Он всю кружку выпил. Повар говорит, а где мама твоя? Мутор то где? Мальчик показывает пальцем? Там там, там, в доме. Повар наложил ему в кружку каши и говорит, иди обратно, мутору скажи, пусть идут есть, всех накормим. При этом показывает ложкой, как бы ест. Потом обращается к своему заместителю. Сейчас все немцы выйдут. Давай, закладывай второй котел. Сначала мы накормим немцев, потом сами есть будем. И действительно пришли с кастрюлями, баночками, у кого что было. Все бледные, некоторые шатаются. Оказывается, они уже больше недели были в подвале. У них ни воды, ни чая. Все продукты кончились. Мы их накормили, напоили. После этого как прорвало. Только входили, немцы нас уже встречали. Как-то это быстро распространилось, что русские не трогают, русские не убивают. Там еще в Польше был приказ Сталина. Офицеры и политотдел с нами работали, говорили, что мы армия вошли в один город, он весь горел. Под расположение Медсанбата нам был отведен большой парк с расположенным в нем трехэтажным домом, который был весь увид виноградом. В парке множество цветов. Виноград тоже цвел. Это была такая красотища. Стали устанавливать палатки, а комбат с офицерами пошел осмотреть дом, чтобы разместить тяжелораненых на первом этаже. В основном здании никого не было, только во флигере третья дверь была закрыта. Видно было, что в доме жили богатые люди. Стояла дорогая мебель, картины, библиотека. На полу и на стенах ковры. А нам нужно раненых заносить. Что делать? Вдруг из третьей двери выходит человек, наверное, привратник, и говорит, хозяйка дома, княгиня, больна. При этом он назвал ее фамилию, но я не помню. Комбат говорит, передайте княгине, что я хочу с ней встретиться и поговорить. Ему надо было узнать, можно ли занять два флигеля под размещение тяжело больных. И тогда надо убирать оттуда мебель. Комбата пригласили войти, и он пошел. Ну, а мне интересно княгиню посмотреть. Мы же никогда не видели княгинь. Еще позвали хирургическую сестру Славку Галкину. Она евреечка. Они все евреи знают немецкий язык. Слава была переводчиком у комбата, когда пришли в Германию. Да и на Волховском фронте она переводила, когда брали языков. Комбатского рода Павел Григорьевич позвал с собой капитана Павла Федоровича, терапевта, и еще начальника штаба Скуратова. Я говорю, товарищ комбат, можно я с вами пойду? Мне княгине хочется посмотреть. Он говорит, ну пойдем. Пришли. Слуга доложил и, возвратившись, сказал, что княгине просит господина офицера подождать 10-20 минут. И вот мы стояли и ждали ее 20 минут. Слуга нас вел в другую комнату, также красиво обставленную, вешанную картинами. Слуга сказал, стойте здесь, сейчас княгине выйдет. Вышла княгиня. Под руки ее поддерживает няня, и сзади кто-то придерживает шлейф платье. Сама княгиня бледная, еле на ногах держится от болезни. Комбат говорит Славке, спроси ее, может ли она разговаривать и не нужна ли ей помощь. Славка перевела. Княгиня говорит, я слушаю. Комбат представился, сказал, что мы здесь все врачи, и если ей нужна какая-то экстренная помощь, то, пожалуйста, верьте нам, мы все сделаем, чтобы вам помочь. Она говорит, нет, у меня свои врачи. Они при мне. Мне уже помощь никакая не нужна. Что вы хотели от меня? Комбат говорит, мне предписано развернуть госпиталь в вашем доме и в вашем парке. Она говорит, прошу, делайте, что хотите, размещайтесь. Они еще поговорили, и когда разговор окончился, она дала команду убрать всю мебель с первого этажа, и под конец сказала, я могу вас попросить сказать вашим солдатам, чтобы они вели себя тихо. Мне очень мешает шум. Комбат ей ответил, я вас очень прошу, не бойтесь нас, вас никто не тронет. Если вам нужны какие-нибудь медикаменты, мы их вам предоставим. Она снова повторила, что у нее есть свои врачи, поклонилась и вышла. За четыре дня, что мы там стояли, тишина в доме и парке была неимоверная. Когда на четвертый день мы собирались двигаться дальше, комбат пошел поблагодарить княгиню за прием, но ему сказали, что княгиня умерла. Стояло человек двадцать и уже устанавливали гроб на катафалк, чтобы отвезти в фамильный склеп, который находился в этом же парке. Третья остановка была в городе, кажется, Шлиффенбайен. В это время было очень партизанская война, так и здесь. Партизанщина была настоящая. Даже у нас в Мецанбате был пулемет, а раньше никогда Мецанбат пулемет при себе не держал. Мы всегда предпочитали останавливаться в больших гостиницах или спортивных сооружениях, чтобы было больше места для размещения раненых. В спортивных залах можно было поставить нары или на уложенных бревнах установить носилки. Пришли мы в этот город. Он весь горел. Нам было предписано разместиться в бывшем немецком госпитале, а он оказывается не успел эвакуироваться. Все здание было загружено ранеными. Когда мы подошли, то увидели страшную картину. По улице бежали, шли, ползли на коленках и просто ползли по дороге раненые немцы. Комбат тут же дает команду всем остановиться, но никто не слушает. Срочно разыскали Славку и Слава кричит всем оставаться на месте, прекратить хождение. А что творилось в здании? Там вообще все тяжело раненые сползли с кровати и лежат на полу. То есть они перепугались, что сейчас их всех будут убивать. Комбат через Славку приказал всем вернуться на свои места и они поползли обратно. Когда через полчаса все успокоилось, комбат пошел в госпиталь. Мне тоже было интересно, я пошла с ним. На правах порторга батальона мне многое разрешалось. Вошли в большой зал, где лежало, наверное, человек 80. Большой спортивный зал. Все стонут, кричат. Комбат говорит, Слава, крикни, тишина. Слава крикнула. Все стали успокаиваться. Комбат попросил, чтобы вперед вышли врачи. Когда те вышли, он говорит, товарищи, мы советская армия, советские врачи, такие же врачи, как и вы. У нас такие же раненые, как у вас, поэтому не бойтесь нас. Мы вас не тронем. Врачам заниматься своим делом. Лечите своих больных. Отправляйте их, куда хотите, только сообщайте мне. Я передам по инстанции, чтобы ваши машины не трогали. Вы поняли меня? Там отвечает врач. Да, поняли. Раненые тоже слушали. Потом комбат спросил, что вам необходимо по медикаментам. Врачи сказали, что у нас вот того-то и того-то нет. Комбат сказал, пошлите со мной человека, сейчас вам выдадут эти медикаменты. Когда Павел Григорьевич закончил давать наставления, один немецкий врач говорит, товарищ майор, мы знали, что русские наступают, но что русские сегодня будут шли в Фенбайене, этого мы даже не подозревали. И спасибо за то, что вы нас не трогаете и не убиваете. У нас еще очень много людей в подвалах. Комбат говорит, передайте своим в подвалах, пусть выходят. Мы их не тронем, но пусть и они нас не трогают, а то нас обстреливают из других домов. Передайте по дистанции, чтобы нас не убивали, мы такие же врачи, как и вы. И действительно нас стали меньше обстреливать из подвалов и окон. Приехали в следующее место. Не помню, как назывался этот город, но тоже медсанбат разместился в здании бывшего немецкого госпиталя, который успел эвакуироваться. Здание было очень удобное и располагалось посреди парка. Рядом стоял двухэтажный дом, который был весь заставлен стеллажами с книгами. Много книг было на полу. По-видимому, первый эшелон, кто смотрел, бросал книги на пол. Славка любила почитать. Я тоже с удовольствием читала. Мы поднимали книги с пола, рассматривали и некоторые ставили на стеллажи. Я подняла небольшую книжонку и взглянула на раскрывшуюся страницу. Там было написано по-русски. Аня, ну успокойся, но не сегодня-завтра мы будем в Петербурге. Я тебе даю слово. Прочитав эту строчку, я ответила вслух, опоздал и бросила эту книжку. По сей день жалею. Зачем я бросила эту книгу? Надо сказать, что в Германии почти в каждом доме были библиотеки, особенно в богатых. Очень много книг на всяких языках, в том числе и на русском. Русские мы брали и читали. Рядом с домами помещиков стояли небольшие глиняные домики, как на Украине. Когда мы остановились в одной усадьбе, то вошли в один из таких домов для прислуги. Там увидели сидящего на кровати солдата без ноги. Я у него спросила, где он потерял ногу. Он ответил, спрашиваю, а чего ты пошел воевать? Он отвечает, а как же, вас посылают воевать? И нас посылали, мы пошли. Обстановка в доме была простая, печка, стол, стулья, все как у нас. Таких домиков для прислуги здесь было три. В одном жил конюх, в другом домике жила семья из двух женщин, которые работали доярками, в третьем жил садовник. Дальше двинулись по проселочной дороге через лес. Дорога была не очень хорошая, поэтому ехали медленно. Вдруг лесу раздался ужасный звериный рев, вой, виск. Хоть мы и были в машинах, но перепугались, что сейчас на нас нападут звери. Водитель первой машины затормозил, за ним остановились и остальные. Сперва через дорогу перебежало несколько собак или волков, потом, кажется, обезьяны, медведь, все несутся галопом. Дальше неслись кабаны, штук пятьдесят. Впереди бежали огромные, за ними средние, а сзади бежали маленькие, такой виск, такой крик. Мы стояли минут десять и ждали, пока они все пронесутся. Когда пробежали самые маленькие, шушпанчик тронул свою машину, бывшую первой в колонне. Вот такой был момент, рассказывала, улыбаясь. Часть медсанбата с восемнадцатью тяжелораненными остановилась в лесу. Осталась врач, старший лейтенант Татурин Александра Семеновна, две сестры, я и Шура Земляничкина, два санитара, кухня и четверо рабочих. В лесу тишина, никого нет. Нам сказали, что приедут за нами завтра, а завтра оказалось две недели. За это время к нам поступали раненые, и немцы, и наши, бежавшие из плена. Они выходили из леса, и мы всех принимали, и наших, и немцев. Таких было человек семь. В один из дней к нам пришел тяжело раненый начальник политотдела полковник Варягин. Как он был ранен, откуда пришел, я не помню. Мы связались с медсанбатом, откуда приехал хирург и провел операцию, но спасти начальника политотдела не удалось. Провожали его со всеми воинскими почестями. Приехало начальство, похоронили Варягина в районе Шлиффенбайена. Среди тяжело раненых с нами оставался Коля Гребенников. Ему было 18 лет и в часть он поступил, когда мы были уже в Польше. Коля нам рассказывал, что до ухода в армию успел жениться и оставил 18-летнюю жену беременной. Помню его слова «Жив останусь, будем жить». Не буду, зато за родину погибну. Уже после войны в газете «Советская Россия» я прочитала статью, как инвалид войны Николай Гребенников отличился на пожаре, спасая детей. В лесу было страшно, но и весело. Весело, потому что такая красота. Леса, воздух, птички поют. Ходят разбежавшиеся из деревень свиньи, коровы. Коровки подходят к нам, молоко течет. Мы набирали молоко в ведра, тормоза и поили раненых. Также делали творог. В лесу мы простояли удачно. Никто нас не тронул, но к концу второй недели у нас все закончилось. Следующим городом был Люкенвальде. Он находился в 50-60 километрах от Берлина. Место красивое, хорошее. Остановились в большом и очень удобном для Меценбата здании. Обычно немцы отступают сегли села и города, но Люкенвальде остался цел, правда, весь был заминирован. Очень много людей погибало от подрывов. На дорогах творилось что-то невообразимое. На запад шли вторые эшелоны. Меценбаты, хозяйство дивизии и армии. А навстречу машинам двигались толпы наших сограждан, эвакуированных немцами в Германию. Тут были русские, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы. Кого только не было. Шли пешком, везли колясочки, несли мешки. Кто ехал на велосипедах, на быках, а некоторые на запряженных лошадьми телегах. Все возвращались домой. Здесь командир нашего 324-го Меценбата Сковорода Павел Григорьевич встретил отца. Увидел его из кабины. До этого ему сообщили, что отец, мать, жена и дочь погибли при бомбежке. Отец рассказал, что действительно бомба попала в их дом, но там никого не было. Выяснилось, что мать Комбата уже умерла, а жена Клава и дочь Таня живы. Комбат забрал отца с собой, и он был с ними в Берлине. Позднее Комбат послал вызов жене и дочери, которые приехали к нему в Берлин. В таких же колоннах возвращались домой и мои родные. Надо сказать, что немцы под Берлином и в самом городе дрались особенно упорно. Часто пропуская наши войска, оставались в тылу и внезапно нападали на части второго эшелона. Это самое страшное. Нам был приказ Сталина по безоружным не стрелять. А как узнать, безоружные или не безоружные? Оставшиеся немцы надевали гражданскую одежду, прятались в подвалах, устраивали себе амбразуры и стреляли нам в спину. А мы не имели права стрелять. Злились очень сильно. Мы имели право стрелять только туда, где засекли место, откуда стреляют. Тогда по рации удавали координаты и артиллерия разбивала. Вот такие были законы. Мы в армии считали, что это дурацкие законы. Это делалось, чтобы показать, что мы армия освободителей, а не мстителей. Это постоянно нам разъясняли политработники и командиры. Приказ был наказывать тех, кто будет мстить вплоть до расстрела. Мы считали эти законы неправильными и очень злились. Интервью и литературная обработка А. Чупров 2009 год Конец третьей части Читал Олег Лобанов КОНЕЦ